Сегодняшнее заседание Гурдумы прошло далеко не в полном составе. Из 26 депутатов прийти смогли лишь 15. Официально народные избранники на каникулах, но для обсуждения назрели сразу несколько вопросов. Один из главных – передачи оборудования и теплосетей города в аренду. Срок немаленький – 25 лет. Но это, уверены городские власти, оптимальный вариант. Для того, чтобы данный инвестор, заходя с такими сроками аренды, мог спокойно финансировать тот объем, ту инвестиционную программу, которую я озвучил, более 4 миллиардов рублей, и иметь возможность эксплуатировать это оборудование, возвратить себе эти средства и дальше эффективно работать на этом поле. Главными причинами такой инициативы эксперты называют изношенность сетей и дефицит мощностей. Появление инвестора поможет решить обе проблемы. Но пока вопрос с арендой теплосетей не вынесен на голосование в Думе. Это только проект, который нужно доработать, потом объявить конкурс на передачу оборудования в долговременное пользование. Уже есть и инвестор взять на баланс черепаевскую теплоэнергетику готова фирма «Газпрома». У города есть одно основное условие – это то, что компания, когда будет брать в аренду, чтобы тарифы на тепло были не более тарифов, установленными РЭК. Это железное условие, на котором город собирается настаивать. Поэтому я думаю, что ничего страшного произойти не должно. На повестку Гурдумы сегодня вынесли и другие вопросы. Депутаты обсуждали льготное питание школьников. Сейчас на него могут рассчитывать дети из многодетных семей, а также состоящие на учете в туберкулезном диспансере. Еще одну категорию льготников планируют пересмотреть. Это школьники из малообеспеченных семей. Народные избранники предлагают вместо них обеспечивать бесплатными обедами детей из малоимущих семей. Это позволит сделать помощь адресной. Для того, чтобы получить льготное питание этой категории, родителям необходимо подготовить ряд документов и прежде всего обратиться в Комитет социальной защиты населения. Для того, чтобы получить пособие, о котором я говорил, будут получать льготное питание в школах. Малоимущих семей, которые есть в списках соцзащиты, по мнению специалистов, меньше малообеспеченных. Само это понятие достаточно размытое. А вот сэкономленные средства планируют направить на вполне конкретные дела. Программу «Школьное молоко» возобновят. 95% финансирования обеспечит областной бюджет. Остальное добавит город. Это решение сегодня было принято. Уже с 1 сентября витаминизированное молоко добавят в рацион юных череповчан.